Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 22, плюс 27. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем коротковременной дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 25, плюс 27 градусов. В нашей традиционной рубрике «Точка на карте» мы продолжаем вас знакомить с достопримечательностями нашей республики. Ну а сегодня у нас на очереди, пожалуй, один из самых сказочных уголков не только Корчаева-Черкесии, но и всего северокавказского региона – Медовые водопады. Наша съемочная группа привезла завораживающие кадры дивной природы малого Карачая с непривычных и весьма неожиданных ракурсов. Ну что ж, начнем экскурсию. Слово Ахмату Халкечеву. Медовые водопады Медовые водопады сегодня – это столь же известный и узнаваемый бренд Корчаева-Черкесии, как и другие курорты республики. Они находятся в долине реки Оликоновка. Еще недавно в непогоду сюда с трудом добирался внедорожник. Сегодня с легкостью доедет любая легковушка. Дорога новая, почти как любая федеральная трасса. Об одной из версий, от чего пошло название «Медовые водопады», нам поведал руководитель и основатель одноименного ту комплекса Мусаба Ташев. Эскурсоводы рассказывают нашим гостям и туристам нашего региона, что в этих скалах жили дикие пчелы. И когда шел дождь, то такие проливные дожди, как сейчас идут, все стекали, все соты, мед стекал в эту речку. И водопады становились медовыми сладкими. Однако сам Мусаба Ташев считает, что мед тут ни при чем. А название происходит из-за трав, которые в изобилии растут в этих местах. Клевер, лобазник, эспарцет, репейник, аптечный, черноголовник, многобрачный. Даже от перечисления этих названий на языке становится слаще. Всего здесь пять водопадов. Самый мощный – медовый. Его высота составляет 18 метров. Она образуется из градников, таких мощных, на расстоянии трех километров. И поэтому она не успевает прогреваться, и летом даже она холодная. Вот порядка 10-12 градусов. А вот самым красивым считается жемчужный, который рассыпает свои струи в форме веера. Смотрится завораживающе. Особенно, когда лучи солнца превращают миллионы брызг в каскадную радугу. Почему он так называется, никто не знает. Видимо, его так назвали за его красоту. Его высота составляет 6 метров. Своё начало он берёт из реки Оликоновка. Летом, когда нету дождей, вода здесь чистая и прозрачная. Далее, пробираясь по прохладным тропам, можно выйти к скрытому водопаду, пробивающемуся из-под большого валуна. Потоки затейливо переплетаются между собой, за что его иногда называют девичей косой. За ним следует чертова мельница. Такое название она получила за грохот, с которым поток низвергается на каменистое дно водоёма. Ежедневно на медовые водопады приезжает группа туристов, чтобы полюбоваться этой красотой. Нам здесь очень нравится. Водопады шикарные. Обстановка просто шикарная. Мне нравится, что маршрут обустроен. Медовые водопады, конечно, да. Тоже супер. Если вы устали, можно передохнуть и сделать небольшую остановку, а заодно и необычную фотографию на память. Мне кажется, это самые лучшие водопады на Кавказе. По крайней мере, мы их пока ещё не все видели, но это самый топ. Впечатления, что ни на есть лучшие. Потому что свежесть, свежий воздух, горы, Кавказ, лечены, всё, что связано с историей нашей страны, оно как-то бурлит в себе, как этот водопад. Хорошо отдыхаешь? Да. Вблизи водопадов находится величественный утёс, названный указателем. Своим обликом и размерами он напоминает нос огромного морского лайнера, открывающий роскошную панораму долины и могучих кавказских гор. В 60-х годах прошлого века здесь снимали фильм «Смелые люди», а в 73-м году знаменитый советский бестселлер по роману «Мэйн Рида». Снимали отдельные моменты на этом плато. Был такой жеребец, зла топали. Он находился долгое время, вообще он был из этого коммунного завода, Карачаевский. Я его помню, я когда здесь работал, он в заводе, три года я там работал. И он был в конюшне, единственное, как мне рассказывали, ей приделали такую грибу, чтобы он имел вид такого мустанга дикого. И вот там сцена, где была, что жеребцы дерутся и на фоне диких мустангов. Мустанги, конечно, были с этого коммунного завода, они лошади карачаевской породы были. Но так было сделано, что всем действительно казалось, что это вот дикие такие лошади, мустанги. А в 2011 году на Медовых водопадах был поставлен мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Во время фестиваля Карачаево-Балкарской кухни местные рукодельницы испекли большой праздничный хычин диаметром почти в 3 метра. А какой тут праздник Айрана, отмечают каждый год. В сентябре на Медовые водопады приезжают уже не сотни, а тысячи туристов, чтобы насладиться красочным зрелищем. Кухня необычная. Беляши с сыром, с мясом. Чувствуется, что эта кухня кавказская. Спасибо вам большое за гостеприимство. Тебе здесь понравилось? Да. А что понравилось? Водопады. А готовят хорошо здесь? Да. Как говорится, устами младенца глаголит истина. И не беда, что наши хычины называют беляшами. Главное, что они вкусные. Понравилось, что очень чисто. Все вот такое маленькое, уютное, компактное. На самом деле столько души вложено. Это ощущается прямо на таком энергетическом уровне. Хычины кушали с сыром и с мясом. С сыром, конечно, мне почему-то впечатли. И больше чувствуется, что он прям домашний такой, настоящий. Настолько вкусный прям. Лимонад еще мне с ним очень понравился. В атмосфере здешних мест в полной мере ощущается могущество и таинственность природы. Ущелье реки Аликоновки, в котором водные потоки проложили свой путь, не менее красивый, чем сами водопады. Отвесные склоны скал, проросшие многочисленными кустарниками, целые луга ароматных трав и могучие доломитовые горы, меняющие свой цвет во время восхода или заката солнца. Ахмад Халкевичев, Ольга Савенко, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Горнолыжный курорт Домба известен своими прекрасными склонами. Но многие туристы выбирают его для летнего отдыха. Кто-то совершает восхождение в горы, кто-то выбирает конные прогулки. Для гостей нашей республики с каждым годом создаются лучшие условия для комфортного отдыха. Мы узнали у туристов, чем именно летом привлекает Домбай. Приехали из Волгограда, здравствуйте. Выбрали, потому что природа очень красивая, цены очень дешевые, по сравнению с другими курортами России гораздо дешевле. А мы в горах планировали отдыхать, вопрос где, но решили вот сюда. Что вообще запомнилось вам в нашей городе? Ну, мы сегодня пока первый день, горы, сами. Канадная дорога уже впечатлила. Вообще в целом как вам? Очень нравится. Я, конечно, такую природу еще нигде не видела. Поэтому это впечатляет. Первый раз, конечно, нам понравилось очень. Это красота неописуемая. Это волшебство. Приехали из Волгограда вообще? Ну, из Тулы. Город оружейников. Ну, стоило было приехать в такую даль, посмотреть на такую красоту. А вообще будете советовать знакомым и друзьям? Обязательно. Обязательно, конечно. У меня знакомые, друзья приезжали. У меня дети были здесь позапрошлом году. Они посоветовали приехать, посмотреть здесь. Что больше всего вам запомнилось? Горы. Ледники. На Архызе, здесь. Ну, вопросов не было в этом выборе. Мы из Москвы. И вопросов выбора не было. Только нам боялись. За такой активный отдых. И мы вот только сюда. Это вообще активно здесь посещать. Иконные прогулки. Вот горные вот эти все подъемы. Это только было только за это. Полюбоваться на горы, на всю картинку. Мы утром просыпаемся в отеле и смотрим на эту красоту. Заряжаемся энергией. Спасибо, все. Нам очень нравится. Как вы учились, когда чем вы учились в целом? Замечательно. Все люди гостеприимные. Как дома. Такие красоты сложно сказать. Мы бы не выбрали, потому что головокружительная красота и дает возможность почувствовать себя в очень природах. Потому что есть горы. Из Москвы. Больше красивые горы. Мне понравилось купание. И съезжание с горки, с катамараном. Это глубокое озеро. И потому что я там на середине озера. Там мама с братом. Мне в озере деткам понравилось. Прекрасные горы, видники. Атмосфера, перепад климата тоже своеобразный. Доброжедательные люди в первую очередь. Которые встречаются, всегда улыбаются. Это поднимает настроение. Все прекрасно. Очень красиво. Свежий воздух, красивые пейзажи. Да, мне тоже очень нравится здесь. Я уже не первый раз. Мне очень нравится здесь. Тут прям очень красиво. А вы летом вообще планировали на море? Или у вас был запутан на авиактивную? Сюда приехать, да. Я приехала из Санкт-Петербурга. Мы приехали на разведку. Для того, чтобы выбрать место, куда мы поедем зимой кататься. Нам очень понравилось. Невероятно красиво. Я счастлива, что я попалась. Как вам вообще карачейно-черкесе понравилось? Замечательно. Очень дружелюбные люди. Очень вкусно. Я не первый раз у вас. Я из Таврополя. Мне очень нравится. Вообще обожаю вашу культуру, народ. Вообще вот за последние дни отдыхания, что больше закончилось там? Горы. Горы. И национальная кухня. Шашлычки. Мы приехали с города Светлограда. И давно хотели сюда приехать. Были в прошлом году и решили еще в этом году приехать. Зимой не получается, но летом почти каждый год приезжаем. Нам очень нравится. Поднимались на третий уровень. Недавно состоялась премьера детской сказки «Король в руля-ля». Сказку представил Карачайский драматический театр имени Шахарби Алиева. И сегодня гость нашей программы, исполнитель главной роли спектакля, начинающий актер Ислам Мамчуев. Почему режиссер Асталинвил выбор на молодом актере? Как он собирается оттачивать свое актерское мастерство? Откуда у него хорошее знание родного языка? И каким видится ему актерское будущее? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии «Ислам» ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Ислам! Доброе утро! Рада тебе! И поводом для нашей встречи стало то, что ты, ну совсем начинающий актер, сыграл главную роль. Пришел в театр буквально в апреле, сейчас сыграл главную роль в сказке, которую вы только что сдали, отыграли. Была премьера, сказка называется «Король в руля-ля», и вот ты – король в руля-ля. Почему ты? Почему так быстро? Как тебя ввели так быстро на главную роль? Ну, я думаю, это уже надо у режиссера спросить, Хамзата Вячеславовича, потому что, может, он увидел что-то такое, может, я именно в этот раз подхожу на главную роль, а потом я уже буду второстепенным персонажем. Может, он разглядел что-то нужное. Я знаю, что премьера состоялась у вас в поселке Чапаевском, так? Да, к сожалению, на данный момент идет реставрация нашего театра, и глава Прикубанского района, глава Чапаевска любезно предоставили нам помещение, площадку, где мы репетируем. И, кстати, вот этого «Короля в руля-ля» мы показали детям, это такая благотворительная акция была. Именно там? Да, да, именно там. Детишек мы приглашаем, они смотрят. Им нравится, мы довольны. Ну, несмотря на то, что ты вот достаточно молодой человек, ты уже в различных творческих ипостасях себя проявил. Ты пробовал свои силы и в журналистике, и в других. Да, много всего. Да, много всего. Почему ты остановил свой выбор на театре? Ну, честно говоря, я вот проходил актерские курсы, и потом мне предложили, не хочешь в Карачаевском театре сыграть? Я такой, ну, почему бы нет? Пришел, посмотрели, послушали, и уже первый рабочий день я почувствовал, что это мое. Ну, вот, мое и все. Тут, не знаю, объяснений не надо никаких. Вот откуда у тебя такое знание, хорошее знание родного языка? Не многие молодые люди этим могут похвастаться сейчас? Ну, думаю, нужно сказать спасибо бабушке, тетям, дядям, потому что я такой полупарниковый, так скажем, некоторое время в городе провожу, некоторые в поселке, и хочешь, не хочешь, уже приходится говорить. Если вернуться к сказке, как тебе сыгралось с другими героями? Сыгралось замечательно. Очень хороший состав у нас актерский. Быстро перечислили. Вот Коркмазова Фатима, она сыграла вружку-свистушку. Отлично. Тоже главная роль? Алиева Фатима, принцессу, сыграла тоже замечательно. И Мукаев Шамиль, он сыграл великана. Вот, скажу, очень тепло отнеслись. Были моменты, когда я, честно, слова забывал, они как-то пытались вывести, так вопросы наводящие спрашивали. И было замечательно. Вот, по твоему мнению, каким должен быть актер? Какими качествами он должен обладать? Ну, так как я начинаю только это все дело, не знаю даже. Ну, я думаю, это изнутри, это с рождения, мне кажется, это все. Говорят же, вот, даже в школу, когда пытаешься как-то не пойти в актер. Да, актер. Мне кажется, это с детства уже как-то наработано у меня. Ну, традиционный вопрос, он, по-моему, всегда будет актуален. Кого ты хочешь сыграть как актер? Кого ты хочешь воплотить на сцене? Ну, честно сказать, прям такого нет, чтобы я кого-то хотел сыграть. Думаю, ну, нужно все попробовать, опробовать. Это же как, ну, я хочу, но, может, я не смогу сыграть. Может, это не моя роль. Поэтому будем смотреть. Чья игра тебе нравится? В нашем театре? В нашем театре, конечно. Ну, это, безусловно, Руслан Гачаев. Это я в детстве смотрел его, смеялся до упаду. Еще чья игра. У нас много заслуженных артистов Российской Федерации. Ну, наверное, все-таки остановлюсь на Гачаеве. Вот сейчас вы ушли на каникулы, у вас отпуск. Ты только пришел в театр. Будешь ли как-то вот в это свободное время оттачивать свое актерское мастерство? Да, я уже записался на курсы. Один онлайн будет, другой вот в городе у нас будут проводить курсы. И думаю, это поможет не потерять сноровку. Творческий человек, он же должен всегда развиваться. Она развивается, да. Я буду, ну, я даже вот каждый день смотрю там на ютубе ролики специальные, вот у меня там в инстаграме подписки определенные, как играть, как... Кем ты себя видишь? Комиком, трагиком, романтическим героем? Все близко? Все близко, все близко. То есть, ну, готов работать в любых направлениях. Ты сказал, я почувствовал, что это мое. Значит ли это, что это навсегда? Жизнь покажет, не знаю, не могу честно сказать, но мне нравится. Все замечательно пока что. А потом уже посмотрим. Ну что же, как говорится, спочинем тебя с главной ролью. Желаю тебе много главных ролей в твоей творческой биографии и творческих успехов. Спасибо. Незаметно наступает конец недели. А это значит, что можно скоротать его походом в кино. Наш обозреватель уже подготовила для вас подборку киноновинок и мероприятий в республике. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит. Доброе утро всем. Как ваше настроение? Я уже успела подобрать киноновинки и мероприятия, проходящие в республике. Совсем скоро курорт Дамбай распахнет свои двери для любителей авторской песни. Фестиваль «Горные вершины» пройдет с 27 по 30 августа. В нем примут участие авторы, исполнители, сталисты и вокальные ансамбли в возрасте от 18 лет и старше. В выставочном павильоне историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Дом национальностей». На выставке представлены этнографические материалы о культуре народов республики. На экраны вышла комедия «Босс молокосос 2». Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестфонда, а Тим посвятил себя семье. В мультике сойдутся добро и зло, а кто одержит победу мы узнаем в кино. Любители ужастиков порадуют вторая часть вышедшего фильма «Не дыши». Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение. Но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь. Фантастическая комедия «Главный герой» поведает нам о сотруднике крупного банка, который окажется частью огромной видеоигры. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. До встречи. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 смотрите вместе с Аллой Динаевой «Вести». Хорошего дня. До завтра на канале «Россия-1». Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? Конечно. Более 100 тысяч камер будут работать по всей стране все три дня голосования и контролировать. Места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, место подсчета голосов. А ночью – сохранность бюллетеней. Доступ к трансляции обеспечивается кандидатом, представителем партии, наблюдателем. Запись сохраняется. При необходимости ее пересмотрят для прояснения спорной ситуации. Выбираем вместе.